Всем лёгкого понедельничка! С вами Иной Ньюз! Актуальные новости, прошедшие игровой неделя! Смотрите в этом выпуске! Lost Ark и дневники локализации Spellbreak получил крупный патч Crowfall – переработки в системе миров Что общего у CD Projekt RED с Lady Gaga? Неожиданные спойлеры от World of Warcraft И крупные метрополии Ashes of Creation Компания Mail.ru выпустила первый дневник локализации Lost Ark. В представленном видео команда локализации рассказывает об основных сложностях в работе над проектом. Переводе, озвучке и внезапных изменениях Тем временем на родине проекта вышло крупное обновление с ребалансом умений. Без внимания не остался ни один класс. Кого-то бустанули, кого-то порезали, но главной особенностью обновы стало пробуждение. Каждый из 12 классов теперь обладает пробужденным умением. Получить его можно после линейки специальных квестов. Морской контент обзавелся свежими островами. На какие-то можно попасть только в определенное время, на каких-то сразиться с мировым боссом, а где-то просто побегать, выполняя квесты. Одновременно с этим на сайте MoMo13 завершился конкурс «Мой класс», где игрокам предлагали создать свой собственный прототип игрового персонажа. Победителей объявят ко вторнику этой недели в качестве приза три набора раннего доступа. Для мультиплеера Spellbreak вышел крупный патч. Теперь игроки могут выполнять до трех ежедневных квестов, чтобы получить дополнительную экспу. Разработчики пообещали сделать квестовую систему более развернутой для увеличения числа наград, получаемых игроком за активность. Для новых игроков добавили базовое руководство по игре, чтобы помочь адаптироваться к условиям геймплея. Экран интерфейса продолжает перерабатываться и получает более удобные худы. Сами классы претерпели множество изменений. Вы можете ознакомиться с ними на официальной странице игры портала Reddit. Команда Crowfall опубликовала небольшой ролик, в котором рассказывает о следующем этапе при Альфе. В частности, креативный директор компании J.Todd Coleman показывает новую систему карт, которая мгновенно показывает информацию о том, какой фракции принадлежит каждая территория карты. Компания состоит из десяти миров, каждый из которых обладает своей уникальной картой. Три мира называют храмами, в центре которых располагается свободный город. Его окрестности представляют за себя особые зоны приключений с возможностью осад и сражений друг с другом. Никаких конкретных дат выхода разработчики, к сожалению, не называют. Так что проект все еще в стадии далекой от ЗБТ. Портал Actu Gaming сообщил о том, что CD Projekt Red предложила сотрудничество поп-диви Lady Gaga в работе над Cyberpunk 2077. Чем именно американская звезда будет заниматься в игре, пока неизвестно. Но фигура она довольно яркая и уж точно хорошо впишется в мир игры. Уже давно не слышно свежих новостей по разработке, но источники, приближенные к команде CD Projekt Red, сказали, что дата релиза будет объявлена на выставке E3 2019, который пройдет в июне в Лос-Анджелесе. Подтверждением того, что команда задумала что-то неладное, служит пост в Твиттере от ноября аж 2012 года, где Lady Gaga пишет нечто непонятное, а команда Cyberpunk делает ответный твит с надписью «Конечно, конечно, мы будем». Вот такие непонятности царят вокруг самой ожидаемой игры года. Для World of Warcraft вышел новый ролик «Нежданное воссоединение». Бэйн Кровавая Копыта тайно встречается с Джайной, чтобы передать ей брата Дерека, которого он тайно похитил у Сильваны. Сообщество изрядно встрепенулось после такого спойлера, ибо после такого шага дальнейшая судьба Бэйна остается под большим вопросом. Стивен Шареф выпустил вторую часть ролика о Метрополисах, в котором рассказывает о влиянии таких строений на окружающий мир игры. Метрополис – это вершина цивилизации и символ мощи народа. Он может изменяться в зависимости от желаний игроков и является финальной целью развития в мире Ashes of Creation. Для строительства и поддержания Метрополиса понадобится гигантское количество ресурсов, а во всем мире игры их может быть не более пяти. Каждая ступень развития Метрополии дает определенные преимущества игрокам, и эти изменения начинают проявлять себя все сильнее с третьей стадии постройки, когда оплот становится деревней. Одной из важнейших особенностей оплота является дом, дающий гражданские права на данной территории. Получить жилье можно разными способами. Например, обзавестись личным домом в оплоте цивилизации. Пока оплот находится на стадии деревни, этот домик будет небольшим. Но как только оплот дорастет до уровня города, здание в нем автоматически улучшится. Ваша постройка окажется ближе к центру города, а ее площадь значительно расширится, давая вам новые преимущества. Но за такую недвижимость развернется нехилая борьба, так что премиум жилье будет доступно только обладателям золотых ка... Начиная с пятого уровня города, правительство оплота может предоставить вам апартаменты. Это инстансовые пространства, которые вы можете обставить по личным вкусовым предпочтениям. Апартаменты дают вам право на гражданство, но не отображаются на улицах и не так престижны, как дома. Последним типом жилья станут земельные наделы. Их можно получить в зоне влияния оплота, но только после того, как оплот достигнет уровня деревни. Это небольшой участок земли, на котором вы можете возвести различные строения. Гостиницу, таверну, кузницу и так далее. Наделы можно оформлять по своему вкусу, так же, как и подписку на иной гейминг ченнел. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. А я желаю вам легкой недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!